Народ, всем привет! Сегодня у нас 22 февраля. Ребят, сейчас ролики будут выходить в среду, а прямой эфир будет в 15 по Владивостоку в субботу. Поэтому немножко изменили график. Я напоминаю, что мы машины проверяем, подбираем, отправляем по всей России, привозим с аукционов в Японии, занимаемся запчастями. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Номер телефона, он привязан к WhatsApp. Если что-то несрочное, пишите на WhatsApp или звоните. Мы работаем с 9 до 21 по Владивостоку, с понедельника по субботу. Все есть, ребят, в описании. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, зайдите в закрепленные сообщения. Там очень много полезной, важной информации. Нас уже больше 10 тысяч человек, поэтому заходите там. Всегда рады помочь. Ребят, Субара Форестер также пришла к клиенту под заказ с Японии. Машина обошлась клиенту 2 миллиона 600 тысяч рублей. Это 2019 год, под капотом у него 2,5 двигатель, стоит вариатор, полный привод. Хорошая комплектация, фара-линза, омыватели фар, камеры кругового обзора, туманки. Все на диодах, все красиво. Штатное литье. Это у нас кроссовер от Субару, конкурент Тойоти Харьеру, или Митсубиси Аутвендеру, или Экстрейл, у тому же. Рейлинги на крыше есть. Давайте посмотрим, что внутри. Парктроники, 2,5 двигатель, едет очень хорошо. Бесключевой доступ есть. Кнопка старт. Электросидение, как пассажирское, так и водительское. Здесь все на кожах, все мягенько. Регулируются зеркала, причем включаешь, когда задняя, левая сама подстраивается вниз автоматически. Плюс все автостекла. Память, ребят, сидений тоже есть. Есть туманки, вот они японские родные. Мультируль, адаптивный круиз-контроль. Удержание на полосе тоже присутствует. Подогрев, ребят, руля. Пятая дверь с кнопкой электро, причем еще и с памятью. Слепые зоны тоже есть. Идем дальше. Штатная, классная, красивая магнитолога. Поддерживает абсолютно все. Получается там блютуз, DVD, USB, все в ней есть. Дальше у нас электронный ручник. Вот они, нажимаешь кнопочку и включаются камеры. Вот что круговой обзор, что вот левая сторона. Очень все красиво сделано у Subaru. При этом, если листать еще меню, он здесь на мониторе показывает, даже когда включаешь там габариты, поворотник, на стоп нажимаешь. Очень все красиво, классно сделано. Причем даже в этом зеркале тоже есть камера заднего хода автоматическая. Посмотрите, очень красиво. Камеры на предстолкновение и по полосам тоже здесь есть. Климат-контроль, подогрев передних сидений с регулировкой. Климат раздельный, пассажир-водитель. Идем посмотрим, что есть сзади. Подлокотник, кожаные вставки на сидениях. Много места как спереди, так и сзади. Вот он, второй ряд. Человек попросил закинуть ему масло. Это японское масло Takumi 020 синтетика, еще не распечатанная банка. Все фильтры японские, воздушный масляный салон. Также у нас эта услуга есть. Стоит она 5000 рублей. Ну, если вот заказывать много, тогда выгодно. Если мало, понятно, что если литрушку будете заказывать, будет не очень выгодно. Сзади также места достаточно, причем присутствует подогрев задних сидений. USB сразу зарядочки есть. Машина в два раза больше, если сравнивать, допустим, с Subaru XV. Но кому не хватает на Subaru Forester, вот с XV идеальный вариант, допустим, на двухлитровом моторе. Здоровенный багажник, высокий потолок. Здесь вот кнопки есть. Нажали, сидушка упала. Все очень практично, причем сиденье раздельное, в ровный пол, огромный багажник. Поэтому машина пользуется спросом, классная. И ничем не уступает комплектации. То есть здесь вообще все-все, ребят, да, есть. 19-й год. Давайте посмотрим на него, на нем пробег. У машины 4,5 балла. 19-й год, 27 тысяч пробег. Аукционе, к сожалению, сама бумажка не пришла. Но я вам покажу сейчас номер кузова. Все можно пробить в Алиада, посмотреть. Опаньки. Спокойно по номеру кузова. Вот он, номер кузова, прям с машины. Вот, 19-й год. 2,5 мотор. Полный привод. Классная комплектация. В идеальном состоянии. 4,5 балла и 27 тысяч пробег. 2 миллиона 600 тысяч рублей клиенту она зашла. Ребят, не мог пройти этот эксклюзив мимо. Это BMW X1 с правым рулем. На красивых штатных дисках. Это штатные, да, литье? Это такая комплектация. Это именно такая комплектация, которую вот в мире, говорит, выпустили. Их всего 210 штук. Это очень редкая комплектация. Сейчас все посмотрим внутри. У машины цена 2 миллиона 200 тысяч рублей. Бесключевой доступ. Есть слепые зоны. Слепые зоны есть? Все есть. Все есть вообще. Есть память сидений. Сидения электро. Они кожаные. Есть, значит, вот пятая дверь с кнопки. Сейчас все посмотрим. Здесь все кожа, все красиво. Кожаный руль. Так как бы аккуратненько сесть. О! Ну, как обычно, динамики, сабвуферы. Все это очень круто. В BMW звучит всегда кожаный руль, мультируль, адаптивный круиз-контроль. Здесь уже все наоборот. Я не помню, как. Давненько не ездил. Включается свет, туманки. Ребят, проекция тоже присутствует. Штатная магнитола. Вот, ее можно, кстати, прошить. Будет CarPlay, там, навигацию, все-все показывать. Подогрев сидений, передних, задних. Электронный ручник. Здесь спорт режим ЕКО переключается. Горный спуск, как я понимаю. Он должен быть сенсорный. Честно говоря, не знаю, но он должен быть сенсорный. И плюс еще джойстик. Здесь нажимается подогрев от сидений. Климат-контроль. Климат обычный. А, нет. Климат-раздельный пассажир. Водитель. Здесь, значит, я так понимаю, камеры кругового обзора. Причем камеры здесь стоят 3D, ребят. Не обычная картинка сверху, а 3D в круг поворачивается. Это очень круто. Я много, вот когда у меня X3 была, показывал, что это прям, ну, реально, у японцев пока этого нет. Правый руль. Все как надо. Бьется в статистике. Вот место спереди. Место сзади. Есть статистики. Все можно. Бьется по кузову или по лоту? И по кузову и по лоту бьется. В статистике в Алиадо можно посмотреть. Пятая дверь вот с кнопки электро. Дальше у нас что? Багажник. Здесь есть полка. Багажник достаточно большой. Здесь еще есть отделение. Знаете, вот как у Тойоты. Мне это очень нравится. Туда все напихал. Здесь все чистенько у вас. Вот слепые зоны сказал, да? Под капотом 2 литра дизель, полный привод. Стоит автомат. А автомат какой такой же? Шестиступый? Семь. Семиступый автомат. Двушка турбодизель. Вот она как маленькая ракета просто летит, я думаю. Полный привод. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Комплектация-то называется урбаниста какая-то. Честно говоря, не знаю. Так написано. 4,5 балла. А пробег 70, да? 4,5 балла. 70 тысяч пробег. 2018 год. И 2 миллиона 200 тысяч. В наличии в Владивостоке на авторынке зеленый угол на шестой стоянке стоит. Вот, ребята, о чем продавец имел в виду, что их выпущено всего 210 штук. То есть можно загуглить, прочитать. Вот смотрите, здесь написано урбаниста, да? И вот здесь есть номер. То есть вот их всего 210 было выпущено. Этот номер 65. Вот такой эксклюзив на рынке. И 4,5 балла. Идеально. Honda Freed. Пришла клиенту также под заказ с Японии. Синий классный цвет. Клопаки любят, как обычно, в машине. Очень много их заказывают. Большая машина. Это не гибридная версия. На обычном 1,5 моторе стоит вариатор. Есть две электродвери. Все работает. Они также одним движением отключаются вот так и становятся механической. То есть если вот здесь нажать, все. Можно ее дальше дергать, как хочешь. Как только... Вот они, клопаки. Вот так раз, нажал, и она стала электрической. Очень удобно, практично. Также есть камеры на предстолкновение и по полосам. Подогрев зоны дворников. Мультируль. Адаптивный круиз-контроль. Удержание на полосе. У машины родной пробег 45 тысяч километров. Подогрев зеркал. Также есть задних, да? Климат-контроль. Родная магнитолог Газерс. У нее есть Bluetooth, DVD, USB. Все-все здесь у нее есть. Как здесь нажать-то вот сюда? Как листать? Во! Bluetooth, DVD, USB. Все есть. Пришел один ключ. У машины 7 мест. Сейчас открою, еще раз покажу. Места очень много. Высоченный потолок. Вот он, второй ряд. И тогда получается 6, да? 6 мест. Здесь раздельный. И, ребят, они ездят вот на салазках вперед-назад. Вот он, третий ряд сидений. Третий ряд убирается вот сюда наверх. Вот сюда. И получается большой багажник. Но не складывается в ровный пол. В ровный пол только у Freed Plus, ребят. Посмотрите прошлое мое видео. Я там его показываю. Тоже привезли клиенту под заказ. Машина, ребят, бьется в статистике. Вот у нее номер кузова. Прямо с машины показываю. Чтоб хейтеры там захлебнулись слюной. 19-го года 4,5 балла. 40, да? У нее там пробег родной. Все бьется по номеру кузова. Еще бесплатно в Алиада. Вот сейчас машины быстро идут. Получается, такую сейчас можно купить. От миллиона 300 до миллиона 450 цена прыгает. Вот такой вариант, допустим, где-то в миллион 400 сейчас по новым курсам точно встанет. Он в идеале. Свежий год, маленький пробег. Абсолютно весь целый. Без замен, без подкрасов. Можете вот открыть в Алиада, сами посмотреть. В общем, такой красавчик отправляем сейчас клиенту. Сейчас придет транспортная компания. Вот быстренько решил снять, потому что уже до понедельника, так сказать, не доживет. Вот. И премию, которую я снимал вам в прошлом ролике, кому интересно, тоже посмотрите. Там все рассказываю, показываю. Привезли вот клиенту 20-й год, тоже сейчас уезжает транспортной компанией. Ребят, Toyota Noh. Эту машину подобрали здесь, на авторынке зеленый угол. На красивом литье. Комплектация самая крутая, почти. VXB. Спойлер. Уже рестайлинг. Весь абсолютно целый, в родной краске. Подбор по авторынку зеленый угол стоит 20 тысяч рублей у нас. Услуга. Когда идем вместе уже по авторынку, по всему, и вместе с вами выбираем вариант, обязательно записывайтесь заранее. Эта услуга стоит 15 тысяч рублей. Значит, вариант здесь тоже хорошенький. На коже, кожаные вставки, кожаный руль, автосвет дальний-ближний, кнопка старт, бесключевой доступ, две электродвери, есть круиз-контроль, туманки, мультируль, климат-контроль, раздельный пассажир-водитель, хороший магнитовый эклипс стоит. Вот есть второй монитор, сейчас все покажу. Две электродвери. Здесь у VXB черные сидения, черные дверные карты, черные стойки, черный потолок. Вторая печка тоже есть, 8 динамиков, второй монитор, 3 ряда сидений, то есть мест 8 получается. Вот доводчик есть на пятой двери, тоже стоит доводчик, то есть и у электродверей, и боковых, и сзади. Машинка как новенькая, все бьется в статистике, у машины 4,5 балла и 90 тысяч пробег. Очень много машин, все время все забываю. Машину можно пробить по статистике. Сейчас покажу номер кузова. Вот все бьется спокойно. Причем вот такой вот классный вариант. VXB комплектация и клиент купил за 1 миллион 840 тысяч рублей. 2018 год, передний привод, не гибрид, 2 литра мотор, вариатор. Ребят, еще одна машина пришла к клиенту под заказ в Японии. Сейчас забирает. 2019 год, это Toyota Fielder. Универсал от Toyota в черном цвете. Нормальная комплектация. Неполная, но нормальная. Получается, у него кнопка старт, бесключевой доступ. Сидение на тряпке. Также автосвет дальний, ближний. Камеры на предстолкновение и по полосам. Здесь крутилки. Мультироля тоже нет. Такая вот, среднячок. Единственное, что есть, это кнопка старт, да и бесключевой. Магнитовый USB здесь есть. AUX. Блютуза, я так понимаю, на ней нет. То есть, такая простенькая пришла. Но, у машины, ребят, 4 балла. Так, 57 тысяч. Родной пробег. Это передний привод. Вот он, номер Lota. USS пробивайте. Смотрите, по номеру Lota бьется. 4 балла, 57 тысяч пробег. 2019 год. Клиенту она обошлась в 1 миллион 100 тысяч рублей. Большой универсал. Спереди и сзади у него места много. И здесь есть подлокотник. Плюс сидень кладется и получается ровный пол. В этой машине можно спокойно спать. Кинул матрасик и на природу. Вот он. Колпаки, как обычно, в машине родные. Тойотовские. Давайте их так положим. Они так красивее смотрятся. Эти чистые пришли. Это, видать, с переда. Спинка раздельная и кладется ровный пол. Получается здоровенный багажник. Вот такой красавчик сейчас забирает. Так что быстренько снимаю. 2019 год. 4 балла, 57 тысяч пробег и миллион 100. Обошлась клиенту. Сейчас, наверное, если везти, будет чуть-чуть дороже, ребята. Курсы чуть-чуть ушли вверх. Ребят, Toyota Vitz 2018 года. Также пришла клиенту под заказ в Японии. У машины 4,5 балла. 30 тысяч пробег. 2018 год. Клиенту она обошлась в 1 миллион 50 тысяч рублей. Это полноценный гибрид. Под капотом у него 1,5 мотор. Стоит планетарка. Никель, металл, гидрид, батарея 20 ячеек. То есть технически один в один, как Аква. Как Аксио, допустим, гибрид. Аква гибрид. Филдер гибрид. То есть это абсолютно одинаковые под капотом машины. Меняется только кузов. Все стеклоподъемники. Центральный замок. В принципе, все здесь есть. Кнопка старт, бесключевой доступ. Автосвет дальний, ближний. Камеры на предстолкновение и по полосам тоже присутствуют. Мультируль. Здесь меню листаем. Сейчас я ее запущу. Вот кнопку нажали и все. Все работает. Все красиво. Родная тойотовская магнитола. Блютуз здесь есть. Надо единственную флешку активационную найти. Климат-контроль. Вот она кнопка на предстолкновение камеры. ТПО уже лежит здесь. Сейчас клиент забирает ее. Отправим транспортной компании. Техснаб, как обычно. Автовозы поедут в город Кемерово. Пищит. Это у нас вот этот вот регистратор. Японец оставил. Мультируль. Здесь все это работает. Вот если аудио нажать, то можно увидеть, что можно увидеть. Интересность. Можно увидеть, как он пишет CD. Вот он. Блютуз, аукс, CD-карта. Все здесь, в принципе, есть. Единственное, что у NSCD нет, это USB флешки. Но флешка есть такая, знаете, маленькая. Вот сюда вставляешь, ну, открываешь, вставляешь и все. Климат-контроль. Обогрев заднего стекла. Здесь есть также несколько режимов. ECO-мод и EV-мод. ECO всем понятный. Экономим, да? А EV-мод, это у нас, получается, принудительно ехать на батарее. При условии, что батарея заряжена более 50% и нет большой нагрузки. Машина, вот, пробег 39 тысяч. Бьется в статистике, ну, по номеру кузова спокойно. Можете посмотреть. Аукционник не пришел. Бензина почти полбака. Вид, ребят, чем хорош? В отличие от Аквы у него, как я уже не раз говорил, нет сужения потолка и места сзади больше. Вот они, как обычно, у меня колпаки. После лаборатории все сюда положили. Видите, здесь тоже высокий потолок, как и спереди. И места получается больше. То есть, в Акве места меньше. Багажник плюс-минус у них у всех одинаковый. То есть, фит, там, аква, витс. Вот, плюс-минус небольшой. Здесь вот коврик японец еще оставил. Ремкомплект. Все здесь на месте. Видите, машина абсолютно вся целая. Вон, камера заднего хода. Все это есть. В общем, ребят, 18-й год. 4,5 балла. Полноценный гибрид на 1,5 моторе. 4,5 балла, 39 тысяч пробег. И клиенту обошлось в 1 миллион 50 тысяч рублей. В принципе, если сейчас заказывать, я думаю, будет плюс-минус цена. То есть, можно купить чуть дороже, чуть дешевле. Единственное, я не рекомендую, ребят, покупать с пробегом 100 такие машины. То есть, на 100 надо уже продавать. Поэтому вот и клиенты привезли. Идеально, как новенькую машину и пробег небольшой. Вот все, что касается витс-гибрид, филдер-гибрид, аксио-гибрид и все, что с ним связано. Да и вообще, в общем и целом, гибриды от Тойоты я рекомендую все-таки покупать на пробеге до 50-60 тысяч километров. Потому что на большинство моделей батарейка ходит 100-120 тысяч, родная. Вот, как-то так. Поэтому, когда вы идете на рынок, допустим, ищите этот вариант, там уже будет пробег 100. И обязательно проверка батареи. То есть, бывают случаи, когда в Японии уже ее сделают или поменяют, и она даже на пробеге, допустим, 120-130 тысяч, как новенькая. То есть, вот, надо брать или пробег 30-40, или брать уже пробег 130-140. Вот так. Я рекомендую, то есть, все обязательно проверять. Так что, звоните, пишите, мы подъедем, все вам проверим. Или заказывайте, мы машину вам привезем с Японии. С Японии вот такую вот идеальненькую, 4,5 балла и с небольшим пробегом. Ну и, как обычно, Гранд-сервис забирает машину, отправляем в Москву по ЖД. Вот так же Гранд-сервис Сахалин, Корсаков, корабль у них есть. Делает фотоотчет, куча документов. В общем, надежная контора. Столько времени уже отправляем, далеко не первый год, и все нормально. Не реклама, но клиенты наши очень часто заказывают. У них есть вот свой эвакуатор, приезжает прямо на стоянку, все сейчас фотографирует, смотрит, все делает. И сам забирает, и вот они сами вам доезжают до площадки, и по ЖД уже едет в Москву. Очень удобно так отправлять. То есть, эвакуатор все свой, не надо никакие перегоны там по городу, которые я не люблю. Вы знаете, да, я уже не раз говорил. Вот спокойный эвакуатор, причем под их ответственность. Вот он приехал, сразу отфотографировал, какую забрал, какую там, какую привезли. То есть, все есть. Отправляем филдер. Филдер Рок у нас, я его снимал как-то в ролике, долго простоял, месяц его не забирали. Он на ключе. Климат-контроль, G-комплектация. 36 тысяч родной пробег, хороший, весь целый, в идеале клиенту под заказ в Японии пришел. Вон, G-комплектация. Оп-оп, поехали назад. У вас, смотрите, видели? Снизу новый, просто новый. Давайте под порог заглянем. Посмотрите, на Вьё возим для клиентов. Новенькие, классные тачки. И никаких вот этих вот рискованных перегонов, как в других компаниях. Давайте мы вам там съездим по всему городу, покатаемся, массово поменяем. У нас такого нет. Если кому надо, отправим массово вот таким образом. Сейчас пока, как я показывал, на Форестере. Вот человек заказал, мы купили все, привезли в багажник. Спокойно закинули, и человек спокойно дома в любом там автосервисе уже поменяет. И не надо никуда машину гонять там по всему городу. Не дай бог, что там. Какой-нибудь таксист вылетит, его понет, и все. Ребят, Toyota Vish пришел к клиенту также под заказ Японии. У машины 7 мест. Под капотом 1.8 мотор. Стоит вариатор. Передний привод на красивом штатном литье. Классный универсал от Toyota. 4 балла, 50 тысяч здесь родной пробег. И 13-й год. Машина клиенту встала примерно 1 миллион 200 тысяч рублей. Классная комплектация с бесключевым доступом. Кнопка старт. Здесь, ребят, кожаные вставки на сиденьях у Monotone идут. Он грязненький. Надо, конечно, все помыть. Прям грязненький пришел. Чуть-чуть погрыли здесь руль. Но это Vish. Вот они все плюс-минус так приходят, ребят. Мультируль. Туманки. Все это делается буквально там в несколько тысяч рублей. Все это на раз-два все делается. Все можно привести в порядок. Просто японцы засранцы и от этого никуда не уйти. Климат-контроль. Двухдиновая магнитола. Камерное предстолкновение у Vishy не бывает. Я не видел ни разу. Вон ТПО. Тоже только пришла с СВХ. Есть лепестки. Можно поиграться передачами. Плюс туманки. Все здесь присутствует. Все стеклоподъемники авто. Здесь тряпка. Места в машине как спереди, так и сзади очень много. Сейчас все покажу. Здоровенные такие задние двери. Сзади очень много места. Спинка также регулируется. Вот он третий ряд. Машина очень большая. Для третьего ряда также есть подстаканники, подлокотник, ремни безопасности естественно. Все присутствует. В общем можно, ребят, этот третий ряд убрать вот так. Я не буду показывать, но можно его и убрать. И у вас получится здоровенный багажник. Также и второй ряд можно сложить и можно спокойно с ней спать. Классный Виш. 13-й год. 4 балла. 50 тысяч родной пробег. Бьется, кстати, в статистике. Если кому интересно, бесплатно бьется. Вот он номер кузова. Пробивайте, смотрите. Миллион двести сейчас такой зайдет под заказ.